Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня я хочу с вами поговорить на тему, какие культуры посадить в тени, какие культуры хорошо относятся к тени, хорошо растут в тени, а какие культуры очень плохо растут в тени, и вы просто не получите урожай, потратите место впустую в тени. Все подробно в этом видео. Ну а начну я с самых небанальных, овощных культур. На самом деле, хочу сделать небольшое вступление. В основном все культуры, которые будут перечислены в этом видео, любят ажурную тень. Ажурная тень – это когда солнце периодически попадает на место, где у вас растет какие-то культуры или что-либо вообще. То есть это когда солнце периодически попадает, то есть какими-то пятнами сквозь листья, например, либо хотя бы в какое-то время есть солнце, хоть немного, но есть. Хотя есть культуры, которым солнце вообще в принципе не нужны, они растут в лесу, там могут вообще в самой кромешном лесу расти. Ну так вот, начнем с овощных. Можно вырастить свеклу. В принципе, нормально она вырастет. Конечно, плоды могут быть небольшие, если еще почва будет плохая, но возможно вырастить. Если не получается с обычной свеклой, как неплодной, то можно вырастить мангольд. Это листовая свекла, он вообще просто замечательно вырастет в тени. Также можно вырастить салат. Многие так говорят, но на самом деле вообще далеко не многие салаты можно вырастить в тени. Есть салаты, как бы такое у них особенность, их посадишь в тени, они застрелкуются. Посадишь на солнце, они стрелкуются. Салаты это вообще очень сложная культура, ей надо уход. Очень сильный, подбирать хорошие сорта, подходящие для вашего климата и места, где вы его садите. Также можно вырастить кориандр, вполне возможно, либо кинза, кориандр или кинза. Можно посадить мелису и мяту, но с ними аккуратно, потому что они разрастаются очень сильно. Тень они, в принципе, любят. Также можно посадить бобовые. Все бобовые, потому что они растут в поле. Там душистый горошек, да, то есть в поле растут, где трава очень высокая. Можно посадить горох. Бобы, они довольно-таки хорошо вырастут в тени и дадут урожай. Также можно посадить ель обыкновенную. Это уже не овощная культура, это просто ель. Она тоже довольно-таки хорошо вырастет, потому что она ведь растет в лесу, как-то выживает там, поэтому можно посадить ель в тени. Также можно, в принципе, посадить сосну. Также из овощных можно посадить огурец, потому что по природе огурец это лиана, а лианы растут в тропиках, в джунглях, где солнце почти что не попадает. Также на удивление можно вырастить томат, потому что по природе, в принципе, он тоже лиана. Конечно, томат будет чувствовать себя в тени не очень, но в принципе возможно вырастить томат. Также можно вырастить кабачки, они тоже довольно-таки хорошо себя будут чувствовать в тени. Из цветов давайте перейдем к цветам. Конечно же можно вырастить хосты, куда же без них они бывают очень разных расцветок и видов. Также можно вырастить аквилегию. Это водосбор или колокольчики, в народе их называют очень по-разному. Они бывают не только синие или розовое стандартное, они бывают гибридные, они бывают желтые, они бывают красные, очень разная аквилегия бывает. В народе их называют водосбор или колокольчики. Также можно вырастить из однолеток бальзамины. Они тоже бывают разных цветов, однолетки хорошо переносят ажурную тень. Также можно вырастить незабудку она вообще просто в полной тени может расти, солнце даже не попадает, потому что если зайти в лес, то там можно встретить незабудки. И ландыши тоже можно посадить прям в полную тень. Ну и в общем-то это были все культуры, которые возможно вырастить в ажурной тени, либо в полной тени, либо которые не переносят тень. В основном не переносят тень салаты, ну я вам это уже сказал. Ну а на этом мы будем завершать наше видео, но сначала хочу сказать очень важную информацию. В следующие выходные 1 июля мы пройдем прямой эфир, где разыграем лилейники и семена. Прямой эфир пройдет 1 июля в субботу в 13.30 по екатеринбургскому времени. По своему времени переводите сами. Вот тут где-то будет во сколько это? По московскому времени, а по екатеринбургскому это в 13.30. В общем, на этом будем завершать наше видео. Надеюсь, вы набрались знаний от этого видео. Будем завершать его. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok